На своих двоих на девятый этаж жители этого дома поднимаются около года. Спортсменами по неволе их сделал неработающий лифт. Правда, здоровья такая степ-аэробика явно не прибавила, ровно как и марафонские забеги по инстанциям. В поисках того, кто запустит неработающий лифт, люди тратят нервы. Лифт не работает уже в течение года. Никто к нам не приходит, Акимат. У нас есть своя собственная лифтерша. Но поскольку она говорит, что я этим всем не занимаюсь, тогда я даже не знаю, для чего она у нас здесь работает и живет. Поэтому я была вынуждена пойти написать заявление в Акимат Альфа-Арабийского района. Но так как меня проигнорировали, никаких ответов не было. Сказали просто на рассмотрение, но никаких таких действий, как бы, итога не вышло. Лифт, которому буквально 25 лет, сейчас даже не открывается. По словам жителей, внутри он просто в ужасном состоянии. Когда поднимаешься наверх, такое ощущение, будто бы он провалится сквозь землю. Из-за того, что жители не получили ответа от местного Акимата, они принялись решать проблемы самостоятельно. По словам горожан, лифтерша, что живет в том же доме, сообщила, что есть возможность заменить лифт. Вот только ВОЗ, точнее, лифт и ныне там. Я собирала подписи, потому что лифтерша нам сказала, что могут установить новый лифт. Он будет турецкий, получается, из Турции. На что он сказал, нужны росписи жителей. И я собрала их всех, даже до первого этажа. Хотя первый этаж, вообще никому не нужен этот лифт. Я собрала все росписи, но это было в январе месяце 2021 года, но никаких изменений, никаких лифтов. Сама же лифтерша говорит, ее слова неверно поняли. Я сказала, что перегорел мотор лифта, и нужно собрать деньги, потому что лифт – частная собственность. Вы сейчас врете, не врите. А компания, что обслуживает этот дом, заявила, мол, оказывает только сервисное обслуживание. И к неработающему лифту отношений не имеет. А в случае ремонта все делается за счет жителей. Лифты после 25 лет должны срок эксплуатации продлевать. Они сделали экспертизу, а то, что поведом, что у нас замечания не выполнены, лифт так работает, что на риск мы включаем его людей. Или денег нет, или они не хотят собирать. Они думают, что со стороны, кто дядька придет, сделает им лифт. По закону, по кодексу жилищного отношения, 35-31 статья, лифт должен содержать жителей. Представитель гора Акимата разъяснил жителям, в чем корень проблемы и как ее решить. Однако на камеру он говорить отказался. А в районном Акимате утверждает, что проблема с лифтом к ним не относится, поэтому и помочь они не могли. С этой проблемой к нам жители пару раз обращались. Так как проблемой занимается жилищно-коммунальное хозяйство, мы пару раз отправили им это письмо. Однако сегодня мы проведем собрание с жителями. Где, думаем, найдем решение? Жители этого дома обещаниям чиновников уже не верят. Однако иного выхода, кроме как ждать и топать к себе в квартиру на своих двоих, у них, похоже, нет. Куркем Ищебалиева, Давран Авдеев, Аслабек Махалбаев, информационная служба телекомпании ОТРАР.